Привет, народ! Что же, не успел я закончить нашу двенашку, которую мы переваривали и всё, её хозяин забрал, как мне загнали... Да, вот такая вот неприятная ситуация случилась у парня. Встал на очередь на постановку на учёт и буквально за пару дней он попадает в ДТП. Слава богу, он не виновен. Виновен оказался Ford Focus, который, не убедившись в том, что на дороге никого нет, он начал выезжать и данная Subaru догнала его просто в заднюю часть автомобиля. Вот и теперь, что у нас конкретно по повреждениям, именно по первым визуальным. Это у нас капот, бампер, левая фара, крыло. Вот, видно, что немножко замят телевизор, вот, а правая вот сторона, в принципе, вполне нормально, даже тут вот никаких зазор не ушло, всё как и должно быть. Единственное, вот фара, да, тут просто сломалось вот крепление, думаю, всем всё видно. Сейчас сниму капот и покажу непосредственно, что внутри. Снял капот и теперь давайте посмотрим на внутренние у нас повреждения. Естественно, первым, что мы видим, да, у нас ушёл телек, его вообще порвало здесь, рядом с фарой. Загнут так называемый верхний ланжер автомобиля, плюс где аккумулятор стоит, загнулось. И здесь вот, в принципе, это потом будет вам хорошо видно, как сработали зоны сминания. Но это я, в общем, попозже покажу, когда начну это всё разбирать. Вот радиатор целый. Естественно, разбилась левая фара, тут провода от неё остались. Что ж, немножко подраскидав Subaru, можно, в принципе, увидеть от зоны сминания, что я вам, в принципе, сейчас и покажу. И так, вот, в принципе, у нас зона сминания, это самая вот гармошка, и дальше идёт основной лонжерон. И вот, как раз вот эта вот зона сминания, технологическая, я бы так сказал, она вот нам весь удар и сгасила. Что, в принципе, для такого удара, я видел видео, это очень хорошо, что так у нас всё осталось. Вот, и так, что же, сейчас начну снимать усилитель бампера, он, в принципе, крепится тут на раз, два, три, четыре, на четырёх болтах. В принципе, мы его снимем и будем снимать дальше радиатор и так далее. Доказательство того, что радиатор целый после ДТП, пожалуйста, у меня антифриза ещё полным-полна. Второй день ремонта с Субарика, и сегодня мы привезли Ноускат и, как бы, остальные комплектующие. Ноускат вот в таком состоянии, как бы, в принципе, морда, вот. Но приехал он не в таком, он приехал в полностью комплекте, там, с радиаторами, с фарами, то есть полноценный Ноускат. Вот, мы его предварительно разобрали, чуть не упал, чтобы я мог работать спокойно непосредственно с железом. Сейчас начну непосредственно вырезать всю вот эту фигню. Прежде чем это всё дальше отрезать, я, наверное, это смогу по максимуму выстучать. Вот, и буду смотреть непосредственно, где мне нужно будет дальше резать. Потому что, если отрезать сейчас по стакану, у меня железо просто-напросто, вы сами понимаете, не будет. По правой стороне я уберу просто верх телевизора, то есть вот эту вот часть, вот её видно. Вот, она здесь так и ввариваться. Скорее всего, вот это придётся всё рассверливать и аккуратно по точкам, по тех, в той точкам всё обратно вваривать. В принципе, всё увидите на видео. Извините, что я с голым торсом, у нас плюс 25. Сегодня у нас 11 мая. И мы приматируем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я расшиваю всё железо. Вот этот весь лонжерон, вот эта часть будет перенесена отдельно сюда, чтобы мне просто было легче работать с данной всей деталью. Верхнюю часть телевизора мы расшили. Вот теперь у нас верхняя часть это отдельная, нижняя часть это отдельная. В переднюю левую часть. Да, вот такая прекрасная погода у нас в этот день. Идёт дождик. Ну а Subaru уже приобретает свой, в принципе, вид. Пока по таким вот зазорам и по таким вот большим меткам, то есть пока это всё просто прихвачено. Ничего ещё не проваривал. То есть примерно нужно выставить весь, так скажем, всю нашу морду. Вот, и смотреть уже по факту, по-навесному. Нужно будет это всё поприхватывать обратно, выровнять немножко. Выставим, накинем всё на весну. Если у нас всё ништяк становится, можно, в принципе, обваривать на узкат и собирать машину и отдавать владельцу. Но до этого ещё на самом деле далеко, потому что это только подготовительная примерка. Итак, друзья, что же, наконец-то, наконец-то этот день наступил. Пятый день работы с нашей Subaru. Тачка полностью готова, полностью вся морда восстановлена за эти 5 грибучих дней. Вот он весь наш каркас, вся наша морда, так скажем, ноузкат, телевизор, как угодно называйте. Вот, у нас всё выставлено, всё обработано. Вот тут всё видно, всё в обработке. Это доп. То есть, скажем, услуга наших подарочного пространства, чтобы у нас грязью тут ничего никуда не съело. Так, естественно, низ телевизора тоже обработан. Всю тачку вытянули, всю тачку сварили. То есть, тут вот всё прекрасно видно у нас. А я сейчас, в принципе, вас повешу на вот этот вот крепёж и оденем всё на весной. И посмотрим у нас все зазорчики, как сидят все детали. В общем, Вася будет. Сейчас я вас вот-вот повешу, да, вот сюда вот. И покажу. Сейчас, лишь бы, блин, на паузу не нажать. Оп. Наверное, как-то вот так вот, да? Вот так вот. И теперь вот так вот, птишка. Опа! Всё одета. Сейчас вам всё подробно покажу. Сейчас мы вас обратно вот так вот снимаем. И так, что же? Вот она, вот она наша. Врейц. Суба, Вася, смотрите, всё. Просто вот-вот-вот-вот. Ну, туда ебаться не до чего. Смотрите, все эти зазорчики. Ух, и зазорчик. Пощоль, пощоль. Да, это вот как раз та самая битая сторона. Левая. Вот, смотрите, у нас тут всё пушка-гонка. Есть, правда, один нюанс. Этот бампер от универсала. У нас он, видите, как длинней. В некоторых местах он не подходит по крепежу. Ну, а центр, в принципе, он у нас туда, куда и попал. Здесь у нас, вот видите, он тоже длинней. В общем, бампер, скорее всего, будет перезаказываться. Но это такая предварительная информация. Ну, потому что вот так вот, сами понимаете, ездить, ну, как-то не айс. Так, вот у нас тут зазор. Смотрим, опа-на, пошёл, пошёл, пошёл. Всё ништяк. Вот, по фаре тут, естественно, как бы всё у нас на своих местах. Ну, вот как-то так вот, ребят. Суба у нас завершена. За неделю, грубо сказать. Так что обязательно напишите в комментариях, что вы по данной работе думаете. Колхоз, не колхоз. Правильно сделал, неправильно. Круто, не круто. Всё в комментарии. На каждый отвечу, каждый почитаю. Фу. Честно признаться, делал такую работу впервые. Это моя первая работа по вариванию ноуската. Реально ништяк. Ну, вот вы посмотрите на вот это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите обязательно комментарии. Как я уже сказал, каждый прочитаю, на каждый отвечу. Вот. Классайте колокольчики, чтобы не пропускать ни одной серии. Потому что у нас следующие серии пойдут вот про вот ту машинку. Я думаю, её долго многие ждали. Вот. Так что вот такая вот у нас работа. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok